Всем привет! Это первая часть обзора оружия из PUBG. Погнали! Из всех пистолетов этой игры я могу выделить только Glock, так как он единственный, имеет автоматический режим стрельбы. Также в слот пистолета встает по факту пистолет-пулемет Скорпион, имеющий очень высокий темп стрельбы, очень низкую отдачу и множество слотов для обвеса. Следующий на очереди пистолет-пулемет УЗИ. Очень эффективен в начале катки, эффективен внутри помещений, но абсолютно бесполезен на средней, а уж тем более на дальней дистанции. Следующий на очереди Вектор. Тоже пистолет-пулемет, выше темп стрельбы, нежели чему УЗИ, ниже отдача, больше слотов расширения, вследствие чего выше универсальность. Юмпик. Очень своеобразный пистолет-пулемет, очень низкая отдача, очень легкий контроль. Наверное, наивысшая дальность возможной стрельбы, нежели у остальных пистолетов-пулеметов. Но очень низкий темп стрельбы. Автомат Калашникова. Настоящая классика шутеров. Очень юзабельная пушка, очень высокий урон, хорошая дальность, но сильная отдача, которую нужно уметь компенсировать. М416. Очень комфортное оружие, легкое в освоении, низкая отдача, высокий темп стрельбы, множество слотов расширения, хорошая дальность. М16А4. Не имеет автоматического режима ведения огня. Присутствуют два режима. Отсечка по три патрона, либо одиночные выстрелы. Высокая скорость полета пули позволяет комфортно ее использовать с прицелами повышенной кратности. СКАР. Демо-версия М416. Мутант. Наверное, одно из самых неоднозначных оружий этой игры. СКАР. Демо-версия М416. Имеет режим одиночной стрельбы, либо стрельбы по два патрона. Темп стрельбы низкий. Отдача при стрельбе по два патрона довольно высокая. При стрельбе по одному патрону очень низкая. В упоре вещь бесполезная. Берилл. Очень высокий ДПС. Высокий разовый урон. Множество слотов расширения. Но очень сильная отдача. Ее нужно уметь компенсировать. Если вы научитесь это делать, вы будете разрывать все живое. ВСС. Очень годная пушка в начале катки. С ней можно смело идти, в принципе, и в финал. Встроенный прицел, встроенный глушитель, автоматический и одиночный режимы стрельбы. Но нуждается в расширенном магазине. Мини-14. Высокая скорость полета пули. Так как это снайперская винтовка. Можно вешать прицелы 8х и выше. В частности, 15х. Но низкий разовый урон. СКС и СЛР. Очень хорошие снайперские винтовки. Разница в том, что у СКС больше слотов для обвеса. Но ниже урон. У СЛРа практически нету слотов обвеса. Но выше урон и выше скорость полета пули. КАР-98 и М-24. Болтовые снайперские винтовки имеют очень высокий урон. Урон чуть выше у КАР-98. Перезарядка и скорость полета пули выше у М-24. Лично я всегда выбираю М-24. Пулемет М-249. При увеличенном магазине вмещает в себя 150 патронов. Что позволяет создавать неистовые зажимы, либо взрывать автомобиль на ходу. Отдача чуть выше, чем у М-416. Продолжение следует...